Я знаю, любишь ты меня Я без тебя, Господь, страдал Я без тебя любви не знал Твоя любовь лечет меня к тебе, к тебе С высоты небес пришел, чтобы нас спасти от зла Излил свою любовь в наши сердца Все, что дорого тебе, ты отдал ради меня Я люблю тебя С высоты небес пришел, чтобы нас спасти от зла Излил свою любовь в наши сердца Все, что дорого тебе, ты отдал ради меня Я люблю тебя Знаю, любишь ты меня Знаю, рядом ты всегда Я любовь хранит меня Она хранит меня Я без тебя, Господь, страдал Я без тебя любви не знал Твоя любовь лечет меня к тебе, к тебе С высоты небес пришел, чтобы нас спасти от зла Излил свою любовь в наши сердца Все, что дорого тебе, ты отдал ради меня Я люблю тебя Я люблю тебя С высоты небес пришел, чтобы нас спасти от зла Излил свою любовь в наши сердца Все, что дорого тебе, ты отдал ради меня С высоты небес пришел, чтобы нас спасти от зла Чтобы нас спасти от зла И излил свою любовь в наши сердца Все, что дорого тебе, ты отдал ради меня Я люблю тебя С высоты небес пришел, чтобы нас спасти от зла И излил свою любовь в наши сердца Все, что дорого тебе, ты отдал ради меня Я люблю тебя Аллилуйя Аллилуйя С высоты небес Господь пришел, чтобы спасти каждого из нас Тебя и меня И индивидуально Он пострадал за всех И мы приняли этот призыв, да? Мы приняли этот призыв, мы благодарны Иисусу и говорим, что Господь, я принадлежу тебе, я твой Аминь Господь, мы принадлежим тебе Наша жизнь, она принадлежит тебе без остатка Аминь » Мы двои Принадлежу тебе Принадлежу тебе Принадлежу тебе Я весь твой Я весь Твой принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, я весь Твой, я весь Твой. И Ты мой, Иисус Твой, Иисус Твой, Иисус Твой, Я искал и нашел Тебе, был слепым, и про зрение дал, весь тюк полы мой дух вложил. Был больным, исцелил Ты, умирал, воскресил меня, Иисус навеки жизнь моя, и теперь стою я, принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, Иисус Твой, я весь Твой, принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, принадлежу Тебе, я весь Твой, я весь Твой. И ты мой, Иисус, ты мой. И ты мой, Иисус, ты мой. Я искал и нашел твим, был слепым. Ты прозвенье дал, песню хвалы мой тут вложи. Был больным, исцелил ты, умирал. Воскресил меня, Иисус на веки, жизнь моя. И теперь знаю я, и теперь знаю я. И напишу тебе, и напишу тебе. И напишу тебе, я весь твой, я весь твой. И напишу тебе, и напишу тебе, я весь твой. И напишу тебе, я весь твой, я весь твой. И напишу тебе, и напишу тебе, я весь твой. И напишу тебе, и напишу тебе, и напишу тебе. И напишу тебе, я весь твой, я весь твой. И ты мой, Иисус, ты мой. И ты мой, Иисус, ты мой. Иисус, Он наш Господь. Мы всецело продвижим ему, и Он говорит, что я мой. Аллилуйя, слава Богу. Давайте поблагодарим Господа и поприветствуем всех на воскресном Богослужении Церкви Свет Миру. Несмотря на морозы, в нашем сердце горячо. Аллилуйя. Мы очень рады тому, что у нас есть возможность и привилегия возносить Иисуса Христа. Мы очень благодарим Господа за то, что Он дает силу, своевременно помогает и поддерживает нас. И мы вместе с Ним выполняем великий план продвижения человечества вперед. Мы совершаем путь спасения Господнего не только в наших жизнях, но и для всех людей. Да благословит нас Господь. Мы присядем на минуточку и посмотрим видеоанонс. Здравствуйте, меня зовут Антон. Добро пожаловать в Церковь Свет Миру. Каждое воскресенье люди по всей земле, так же, как и мы с вами, собираются вместе, чтобы прославить имя Иисуса Христа. Если вы в первый раз пришли к нам на служение, мы приветствуем вас и очень рады. А если вы найдете немного времени, чтобы заполнить карту отзыва, которую можно взять при входе в зал, мы будем вам очень признательны. Теперь несколько объявлений о том, что ждет нас в течение этого месяца. Главным событием ноября станет приезд старшего пастора Церкви Победа из города Киев, Генри Мадава. Прошло чуть более 10 лет с того момента, как наша церковь имела честь принимать у себя служителя такого уровня. Пастор Генри является известным проповедником и спикером многих конференций. Он проповедовал более чем в 46 странах мира. С 18 по 20 ноября в здании нашей Церкви пройдут богослужения с участием пастора Генри. 20 ноября для вас будет проповедовать пастор Церкви Жатва из города Кастанай Анатолий Макляк. Регистрация на эти богослужения обязательна и совершенно бесплатна. Зарегистрироваться можно в фойе Церкви через карту отзыва по телефону или на сайте Церкви. Служение людям – это одна из пяти целей нашей Церкви. Давайте будем развивать и эту сторону нашей жизни. Дорогие братья и сестры, если вы способны принять и разместить у себя дома людей, которые к нам приедут из других городов, пожалуйста, сообщите нам об этом. Оставьте информацию о себе в фойе Церкви или через карту отзыва. Давайте послужим своими домами нашим братьям и сестрам. Внимание! 20 ноября в воскресенье в Церкви будет только одно служение, которое начнется в 11 часов утра. Пожалуйста, запомните это и передайте вашим друзьям и знакомым. Только для члена Церкви 9 ноября в Большом Зале будет проходить богослужение, особым гостем на котором станет пастор Хон Ким из США. Начнется служение в 19.00. Ждем вас! 27 ноября в 15.30 состоится 101 класс. Этот курс разработан специально для тех, кто находится в начале своей христианской жизни. Мы расскажем вам историю нашей Церкви, что значит стать частью духовной семьи. Вы узнаете, во что мы верим. А также, если вы этого еще не сделали, вы сможете принять водное крещение. Если вы готовы сделать первый шаг навстречу Богу, просто сообщите нам об этом. Сделать это можно в фойе Церкви, через карту отзыва или по телефону. Наша Церковь развивается по пяти направлениям. Поклонение, общение, служение, ученичество, благовестие. Каждый христианин должен сочетать в себе все эти вещи в балансе. До конца ноября наша Церковь делает акцент на благовестии или евангелизации. Проповедуйте Божье Слово своим родным и близким. На улицах, в местах, где вы работаете или учитесь. «Идите и научите все народы», — сказал Господь в своем слове. Давайте будем исполнять это великое поручение. Внимание! Мы объявляем кастинг номеров для торжественного праздничного рождественского концерта. Ну так как же с талантами? У меня трое. Если вы умеете играть на инструменте так, как никто другой, танцуете, как заведенный, или невероятно красиво поете... А если кто пеет, танцевать не умеет, пусть стих выучит. Вольные движения под эккордеон. А фокусы показывать — это талант? Талант. Ну ладно, запишите меня, я летающую даму покажу. Давай-давай, правильно. Только без карты. Ребята, фокусы, художественная пирамида, фантомима — все годится. Обратитесь, пожалуйста, к Лавринову Павлу. Это среди вас-то нет талантов. Друзья мои, простите, не поверю. Торжественный праздничный рождественский концерт состоится в Большом зале нашей церкви 27 декабря. Не упустите свой шанс, подавайте заявки. Детское служение также приглашает деток на празднование светлого праздника Рождества — 17 декабря. Следите за объявлениями на экране и в фойе церкви. Пожалуйста, переведите ваши телефоны в беззвучный режим, и мы продолжим наше служение. Пусть Бог благословит вас. 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 ты нас и и и и и все творение все творение для тебя ты а ночи пустича день ночи ночи а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все святые склонятся Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все творение для Тебя Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Возносить хвалу И славить имя Иисуса Будем петь, петь Благодарными сердцами Будем петь, петь Вместе с небесами Возрастить хвалу И славить имя Иисуса Аллилуйя Ликуй, народ Божий Аллилуйя Давайте мы просто возвысим наши голоса Господу И прославим имя Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Слушайте, я понимаю, что сегодня день холодный Не все детей повели сегодня на собрание Но вы знаете Мы уже 24 года благословляем детей И вы знаете Ни с одним еще худо не случилось Конечно, жизнь разная И подростки подростками не становятся И молодежью И делают свои выборы Но вот сколько лет прошло Но вот худого ничего не приключилось С ребятишками, с детьми И мы очень рады, что вот Божий покров Божие благословения Благодать Церкви Нашей И Господа Иисуса Христа Вот она пребывает И мы верим Понимаете, все, что мы делаем Мы делаем по вере И мы верим, что Значит, зачем мы здесь собираемся Что Дух Святой и Благодать Она приходит Невидимым образом К нашим детям Вы знаете, как Хорошо понимать и верить В том, что у ваших детей Будет великое будущее Понимаете Может быть, в твоей жизни Сложилось что-то Не так, как хотелось бы Но поверьте, они другие Они другие Они будут жить в другом времени И пространстве Но Дух Святой Но Господь один и тот же И Он будет совершать Свою работу с ними А один и тот же Это Бог есть любовь Наша защита Наше благословение И наше будущее Поэтому давайте мы Просто помолимся Во имя Иисуса За наших детей Дорогой Господь Во имя Иисуса Христа Боже, мы благословляем От всего сердца Наших дорогих детей И тех, которых здесь Сегодня нет Господи, мы просто Благодарим Тебя За ту любовь Которую Ты даешь За ту силу И славу Которая пребывает На них Они другие И пусть они делают По-другому Господь Но пусть лучшее Что у нас есть Они возьмут А худшее Нет, Господь Пусть они учатся От Тебя И пусть у них Уже в таком возрасте Будут свои отношения Со Христом Иисусом Мы их благословляем От чистого сердца Наших детей Внуков Племянников Наших сыновей Наших дочерей И пусть они Господь Будут покрыты Твоим благословением Господи Положи в сердце Родителей Ответственность Благословлять Своих детей Благословлять Своих детей Во имя Иисуса Христа И пусть Это будет взаимно И пусть Обернутся Сердца детей К родителям И сердца Родителей К детям И пусть Все совершится По слову Твоему Пусть Благодать Твоя Действует Духе Святом Пусть Господь Свет Твой Истинный Наполняет Их Сердца Пусть Господь Никто И никогда Не отвратит Их От пути Божьего Во имя Иисуса Христа От всего Сердца Мы благословляем Наших Детей Любимых И пусть Эта любовь Умножается Во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь Ребятишки Будьте Счастливы Все Бегите На ваши Занятия Дети Молитесь Пожалуйста За новое Здание Чтобы мы Быстрее Достроили Там будут Крутые Классы Для детского Служения Слава Богу Мы еще Не закончили Тащите У нас Лялечка Есть Семья Удальцовых К нам Приблизилась Вновь Ура Товарищи Бабушки И дедушки Удальцовы Мы очень рады За вас Давайте Поприветствуем Вы крутые Да? Как назвали? Ну ищ Ну Мне повезло Что я тезка Дедушки Наверное В честь Дедушки Или В честь Пастора Честно Про Консул Сергий Муж Праведный Написано Давайте Дорогие Мои Помолимся Нин Мы вас Приветствуем Сережа Мы вас Приветствуем Благословляем Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что это чудесное дитя. Оно может быть от рождения, от первых дней отдано Господу и будет находиться в Божьем присутствии всю свою жизнь. Мы благословляем эту семью, чтобы воистину там всегда была любовь, Божье обеспечение, достаток, благоденствие, звучало Слово Божье. И чтобы Сережа рос в этой благословенной атмосфере, чтобы, Господь, любовь ближних и любовь Господа нашего и Иисуса Христа всегда пребывали с Ним. И пусть благодать Церкви и любовь Господа нашего всегда наполняет Его жизнь во имя Иисуса Христа. И все мы скажем Аминь. Он мне улыбается, между прочим. Серега, привет. Сережка, привет. Скажешь, что за мужик тут? Молодцы какие. Очень рады за вас. Благословляем вас. Любите детей, любите. Бабушки, дедушки, мы вас тоже благословляем от всего сердца. Сергей, Ниночка, очень-очень вас благословляем. Слава Богу, аллилуйя. Вот, у нас еще не все. У нас есть еще одна парочка, как говорят, гусь да гагарочка, Шушарин и Алена и Денис. Выходите, пожалуйста, дорогие. Вы знаете, вот эта пара, они нас достоят законом браки, все хорошо. И я очень рад, что они сейчас очень серьезно открылись для Господа. И верю, что это надолго. Это вот Маринин брат. Мариночка, мы очень рады за твои молитвы, которые за веру твою, за то, что ты не сдаешься. Что? Арочку, конечно. Принесите, пожалуйста, арочку, организаторы. Я просто, может быть, запамятовал, столько дел всяких. Принесите, мы сейчас арочку вам поставим. Красивую. Ну что, дорогие мои, как вы докатились-то до такой жизни? Да благословенные-то. Какие дети красивые. Вы только посмотрите на них. Вот такая семья. Я что хочу сказать. Вот это очень хорошее желание, если вы находитесь в законном браке, и у вас не было благословения здесь от церкви, то это хорошая возможность. Просто вы скажите заранее, может быть, в какой-то день. Мы раньше это делали, мы сделаем централизованно, и мы будем благословлять браки. Потому что многие приходят в церковь, уже будучи в отношениях. Вот. Накроем всех. Так, сюда, сюда, сюда. Так, фотографируйте, пожалуйста. А меня с ними, меня с ними, пожалуйста. Ура! Ну что, давайте помолимся. Данная благословенная семья встала на путь служения. И вы знаете, я верю в обновление, я верю в благословение, я верю в то, что Дух Святой зажигает сердца. И непритворная любовь, она изменяет нас. Мы зажигаемся для Господа. И через это мы любим людей и служим им. Вот эта связка. Возлюби Господа Бога и ближнего твоего. И вы знаете, мы очень рады вас просто благословить от всего сердца. И вы такие красивые. Я все время смотрю, думаю, вот детки такие вот вообще великолепные. Но дети от рожения родителей, вы же знаете. Слава Богу. И давайте мы просто от всего сердца помолимся за них и благословим их брак. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, от всего сердца, я благословляю эту замечательную пару, этих замечательных детей, во имя Иисуса Христа. Боже, пусть благодать Церкви и любовь Господа нашего Иисуса Христа умножатся в их сердца. Пусть, Господь, обновятся их отношения, усилится их любовь. И Дух Святой, Который дарует все во всем и дает благодать на благодать, и Он обновляет нас в силе и дает свою любовь. Обнови их чувства, обнови их жизнь, обнови, Господь, чтобы все было по-настоящему так, как есть у Тебя на небесах. И Твоя любовь вечная пусть пребудет в их сердцах. Пусть эта семья будет действительно показателем нашей Церкви того, что может сделать Господь в жизни людей. Пусть, Господь, они любят друг друга еще крепче, еще больше и идут в одном направлении. «Любя и служа друг друга и детей, и служа Господу нашему Иисусу Христу, и да обновятся они в силе, и Ты позаботишься обо всем, и наполнится их жизнь благостью, милостью и любовью. Да будешь Ты прославлен во имя Иисуса Христа, и мы благословляем их любовью Господа Иисуса и благодатью Церкви Святмиру во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Ну? Да. Ангелы на небе, векую ты поют. Божий плод для вас, да исполнится. И небом, и людьми, Моречатыми По месте тебе До скончания вера С дугом вашей жизни Субтитры создавал DimaTorzok Ну, конечно Вы знаете, я хочу просто сказать вам слово ободрения Иисус, никогда не сдавайтесь Аминь Никогда не сдавайтесь Вы не представляете, сколько раз дьявол пытался разрушить эту семью Когда еще был жив Паш Сколько раз он хотел уничтожить их просто Вы знаете, если вы думаете, что вы устали в браке Что у вас что-то не так идет Это все такая ерунда Это все можно преодолеть силу, возлюбившую нас Господа Аминь Мы должны сражаться за наши семьи За наших родных и близких Нравится нам, не нравится, но мы должны это делать Знаете, результат будет? Плод Божий Святость Любовь, мир Я благодарю Бога, что они дошли Бог довел их до этого момента И сейчас они служат Господу Служат в детских домах Скромно служат, без всякого пафоса Я благодарю Господа моего Что Он дал ему силу служить для Него Они пришли, смирились перед Ним, пред Господом Поэтому сражайтесь за свои семьи Не опускайте руки, сражайтесь за своих друзей За своих детей Не опускайте руки, не отдавайте их дьяволу Наше поколение, оно будет служить Богу Аминь Благословляю вас всех Спасибо вам большое за поддержку Марин Аллилуйя Слава Богу Будьте счастливы Никогда не сдавайтесь Вы молодцы Слава Богу Аллилуйя Еще у нас есть одна молитва В прошлое воскресенье Мы немножечко упустили Но был всемирный день молитвы за сирот Или в это воскресенье Ну а мне вроде как казалось, что прошлое, нет? 13 числа В это воскресенье Ну хорошо Это значит, я что-то неправильно понял А вы знаете Ну тема для нас близкая с супругой Вы знаете, о чем я говорю И, конечно, одна из мотиваций была Когда мы с Никитой Когда мы взяли Никитку Это Не потому, что мы там супергерои Но потому, что правда, мы христиане Мы призваны к этому Но еще мы понимаем, что мы хотим Внести тот вклад Небольшой В будущее человечества Ведь каждый ребенок, взятый в семью Он обретает будущность У кого-то хватает сил Взять трудных детей, больных детей Я знаю, вот у нас есть Замечательная очень сестра Из Баптистской церкви Галина Гайнулина Она взяла девочку У нее серьезное там есть отклонение По здоровью я имею ввиду И она с ней занимается Она ее реабилитирует Она трудится, она молится Она так ее любит И я смотрю, как девочка расцветает Просто на глазах Вы понимаете, она просто расцветает Этот ребенок И когда мы брали Никиту Нам не одна воспитательница сказала Вы, говорит, его просто любите Говорит, вот вам ничего не надо делать Вы его просто любите И, говорит, вы увидите Какие перемены будут в его жизни Вот воспитательница там, нянечка В этом детском доме Вот, мы учимся его тоже любить Потому что это, ну, тоже Есть определенные трудности Мы их проходим, да И мы так же боремся за его здоровье У него тоже были отклонения Вот, и мы понимаем Что это не просто Вот мы взяли Там всем показать Ничего подобного Я хочу сказать, что В этом мире Так много зла Что Посреди всего этого Должен кто-то восстать Удерживающий Это церковь Это Дух Святой Который пребывает на церкви Который не живет По законам этого мира Сегодня Война в Сирии Тысячи детей Остаются без крови Без родителей Гибнут дети И кто-то им тоже должен помочь И Вы знаете Я просто Благодарен Господу За всех тех Кто Не то, что Может быть Еще не сделали Этого шага А кто Не отвергает Даже от себя Эту мысль Потому что Человеческая психика Устроена так Нет Чужого ребенка Нет И вот этот Барьер Он какой-то Вы знаете Я не думаю Что он нормальный Хотя Конечно Мы перешагиваем Через свои комплексы Страхи И так далее Когда делаем Такие поступки Вот Я просто хочу сказать Не отгоняйте эту мысль Все может быть Все может быть И Господь вам даст Какого-то маленького человечка Для которого нарисуется Прекрасное будущее В вашем лице С любовью Заботой Возможностями И Вы знаете Мы будем молиться сейчас Чтобы на планете Земля Было как меньше Как можно меньше Сирот Вы знаете Есть еще Вот мы на Кузнецово Когда брали Никиту Там есть отделение Для более-менее здоровых детей А есть отделение Просто Ну Жесткое слово Ну уроды Всевозможные Такие физические отклонения Где-то какой-то хромосомы Там не хватает Где-то какие-то Еще странные заболевания Один раз Мы с женой попали Приходя к Никитке Мы случайно За угол Я завернул И вдруг увидел Как на колясках Их вывезли Они даже Сами ходить не могут Совершенно разные И я подумал Боже мой Боже мой А вот Эти дети У них какое будущее Они так всю жизнь И будут в спецотделениях жить Или как И вот Вы знаете Правда Это вот Одно посещение Детского дома Оно изменяет Наши сердца Вот поэтому Кто-то мудрый Написал В Библии Что Глупый Он ищет веселье Все время А мудрый И в доме плача Современный перевод Бывает и в доме плача И соучаствует Понимаете Да Поэтому Если мы ищем Только веселье Да никто вас не лишает Радости В Господе Иисусе Но это разная Радость во Христе И поиск веселья Развлечений Постоянные Это разные вещи Поэтому я вас всех благословляю Проникнуться пониманием Что возможно От ваших жизней Зависит Чье-то будущее Чье-то будущее Давайте мы помолимся Чтобы на планете Было Ну не стало Ну не стало Наверное слишком громко Но чтобы У каждого сироты Нашлись родители Богу все возможно В Древнем Риме Так и было И государство Очень сильно Это поощряло И это было Потому что Многие гибли На войне И когда забирали Чужих детей То есть в Древнем Риме Не было Детских домов Меня это сильно Вдохновляет Как и в арабских странах Давайте помолимся Дорогой Господь Во имя Иисуса Христа Боже мы молимся За Наши сердца И за сердца всех тех На планете Земля Которые неравнодушны К сиротам Вдовам К этим Незащищенным Слоям населения Которые проходят Страшные трудности Которые терпят Боли, неудачу И разочарование Которые Отвергнуты Жизнью Обстоятельствами Родителями Которые бросили Своих детей Но ты знаешь Господь Ты отец И у тебя сердце Отца У тебя сердце Самого лучшего Родителя Ты Бог Любящий И милующий Ты Бог Дающий Жизнь Ты Бог Который Даешь кровь Всякому Страннику И путнику И ты Бог Всякого Дитя Ибо Их есть Царствие Небесное Ибо Дети Наследуют Небеса Господи Мы молимся Боже Чтобы Каждый Ребенок Мог Обрести Родителей Чтобы у каждого Ребенка Была хотя бы Мама или Папа Но лучше Если чтобы И мама И папа Господь Мы благословляем Чтобы ты Господь Духом своим Опустошил Все детские Дома Все приюты Все дома Малютки Во имя Иисус И пусть Дети Познают Любовь Спасителя Нашего И Иисуса Христа Мы просто Благодарим Тебя Дорогой Наш Господь Во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь Слава Богу Ооо Аллилуйя У нас Еще Есть Одна Молитва Егорушка Выходи Пожалуйста Ты где? Егор Кузин Уходит В армию Давайте Мы его Он уже Звезды Одел Видите? Твоя Девушка? Миленькая Моя Не плачь Пожалуйста Да Моя Красота А ты Можешь Сюда Ко мне Подняться? Поднимись Пожалуйста Ну У нее Еще Лиза Имя Это же Давайте Поприветствуем Лизочку Лиза Ты такая Хорошая Лиза Ну Он же Классный Парень Всего Год Ты Представляешь Ты даже Ты спать Легла Проснулась Он вернулся Лизочка Ты вот Только успел Реснички Накрасил А он уже На паровоз И домой Лиза Он хороший Правда Наш Егор Давайте Помолимся Пожалуйста За этого Славного Парня Вот Старший Старший Брат У него Сходил В армию Сходил Лиза Ну Вот и все Поэтому Вернулся Уже Женился Все Хорошо Лиза Давайте Помолимся Вместе Лизочка Дорогой Господь Во имя Иисуса Христа Мы Благословляем Егора Который Просто Вырос В нашей Церкви По твоим Присмотрам При любви Родителей При благодати Господа Нашего Иисуса Христа И мы Благодарим Тебе Господь За то Что ты Ведешь Его Своими Путями Мы Благодарим Тебя Господи За Лизу Которая Любит Его Господь Будет Ждать Его Мы Их Обои Благословляем Чтобы Любовь Пребывала В их Сердцах Чтобы Твоя Божья Забота И Защита Пребывалась С ним Там В армии Господь И Ты Боже Определи Его В то Место И пусть Эта служба Этот долг Родине Он Будет Господь Во славу Нашей Стране Во славу Господу И мы Просто Его Благословляем Пусть Он Придет Еще Более Крепким Здоровым И Благословенным И Ничего Худого С Им Не Приключится Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Аминь Девочка Девочка Маленькая Все Благословляем Вас Наконец-то Можете Присесть Ура Товарищи Скажи Соседу Что Пастор Так Рад Видеть Каждого Вот Представьте Себе Если Какой-то Человек Так Рад Видеть Вас То Как Рад Наш Господь Иисус Христос Вы Можете Представить Знаете Что Господь Думает Мой Народ Несмотря На Морозы Несмотря Ни На Что Он Идет На То Собрание Которое Он Учредил Еще Там От Скини Моисе И Бог Заповедал Нам Быть Вместе Одной Семьей Мы С вами Одна Семья Согретая Любовью Господа Иисус Мы С вами Так Нужны Друг Другу Но Вместе Мы Есть Те За Которых Которых Бог Отдал Свою Жизнь Именно За Тебя И Меня За Таких Несовершенных Господь Отдал Сына Своего Иисуса И Вы Знаете Такая Великая Радость Видеть Как Народ Божий Любит И Славит Господа Такая Великая Радость Видеть Как Люди Утешаются И В моменты Трудностей Они Прибывают Церкви В молитве В общении Святых И Через Это Преодолевают И Через Это Проходят Вы Знаете Я Очень Вдохновлен Всеми Вами Потому Что Любовь Она Больше Чем Какие Странные Наши Представления Поэтому Мы Говорим Что Мы Познаем Любовь Господа Иисуса Христа Я Вчера У меня Дети Вернулись С Альфы Это Молодежная Альфа Был Альфа Молодежная И Вот С Ромой Мы Сегодня Говорили С утра С Васильевым И Рома Сказал Там Столько Классной Молодежи Было На этом Выезде И Я Понимаю Что Это Задевает Наши Сердца Как Верующих И Это Вдохновляет Нас Сильно Вот И Нас Это Действительно Касается Потому Что Очень Хочется Чтобы Вот Они Такие Современные Такие Благословенные Такие Крутые Такие Замечательные Вот И Я Конечно Тоже Хотел Быть Почаще В Молодежной Среде Знаете Почему Потому Что Я Уже Сам Перевалил За Половину Века Я Понимаю Что Я Старею Ну Это Нормально Другое Дело Что Когда Мы Соприкасаемся С Молодежью Вы Вот Вы себе Не Представляете Вот Эта Жизнь Которую Бог Дает Вот Люди Появляются Новые Растают Свежесть Для Планеты Это Новая Сила Для Планеты Это Новое Ободрение Для Всех Людей Это Супер Таланты И Благословения Которые Бог Поднимает На Планете Он Дает Рождаться Все Этой Молодежи И Она Такая Благословенная Вы Знаете Я Был Недавно Кто Читает Мой Фейсбук Я Разместил Там Вот Такой Можно Свет Пригасить Чуть Чуть Я Разместил Там Вот Такое Фото Можно Еще Пригасить Да Вот Вы Видите Я В Представительстве Ямальского Автономного Округа Там Около Моста Есть У нас Такое Крутое Представительство Там У них Есть Своя Телестудия Ямал Вот Это Кино Ямал Телевидение И Они Проводили Серию Серию Уже У них Проект Длится Несколько Месяцев На разные Актуальные Темы Такие Дебаты Такие Брейн Ринги Между Взрослыми И Молодежью И Армен До Меня Был И Пригласили Меня Туда И Тема Обсуждения Была Опасные Соцсети Вот Опасные Они Или Не Опасные Мы Об Этому Размышляли Это Был Такой Брейн Ринг И Как Я Уже Написал В Посте В Моем Что Взрослые Конечно Видят Опасности Потому Что У них Опыт Прожитая Жизнь Потому Что Они Наблюдают За Своими Детьми Дети Ну Как Все Молодежь Она Как Всегда Самоуверена И Она Всегда Говорит Все Круто С Нами Не Лезьте Не Приставайте Никакой Опасности Нет А Кто И Попадает Те Лохи Ну Наверное Это Естественное Поведение Для Молодежи И Естественная Реакция Для Молодежи И Ну Это Хорошо Что Вот Так Все Происходит И Вот Было Очень Все Корректно Ведущие Были Замечательные Вот И Скоро Мне дадут Данные Когда Эту Передачу Можно Посмотреть Будет Я Просто Что Хочу Сказать Они Другие Вдруг Я Очень Четко Понял Что Это Уже Другое Поколение Мы Не Можем Накладывать На них Лекала Наши Лекала Понимаете О чем Я Говорю Вот Особенно Лекала Советского Времени Лекала Мышления Советского Времени Мы Не Можем На них Накладывать Это Совсем Все Другое Насколько Другое Настолько Другое Это Как Они Как Будто По Отношению К нам К старшему Поколению Как Инопланетяне Но Столько У них Возможностей Заложено Потенциальных Сколько У них Идей Сколько У них Двое Из них Парней Меня Просто Сразили Уровнем Интеллекта Уровнем Подхода И даже То Как Они Говорят Меня Это Просто Поразило Потому Что Я Специалист В речи В речевых Вещах Я Сразу Слышу Как Человек Выстраивает Речь Как Он Преподносит Материал Как Он Говорит О чем Он Думает Вот И Это Действительно Меня Настолько Сразило Я Увидел Что Они Очень Очень Талантливы Я Хочу Сказать Наша Молодежь Церкви Точно Такая же Просто Им Нужно В Господе Иисусе Христе Сформироваться Им Нужно Во Христе Иисусе Без Наших Лекал Мы Им Просто Должны Предложить Нашу Любовь И Опыт Если Он Для Них Будет Востребован Ведь Вы В них Не Впихнете Ваш Опыт Если Они Не Хотят Это Бесполезно Вот Сколько Бы Мы Не Говорили Только Когда Ты Пытаешься Что-то Им Пропихнуть Это Не Принимается Но Когда В Процессе Просто Обсуждения Ты Излагаешь Свои Мысли Они Начинают Видеть Они Могут Увидеть Проблему Они Могут Увидеть Какие-то Вещи Вот И Я Увидел Что Они Очень Другие Это Дети Если Допустим Советское Время Дети Приблизительно Были Одинакового Понимания Потому Что Жили Приблизительно Все Одинаково Потому Что Идеология Везде Была Одинаковая Потому Что Подход Был Партии Родины Комсомола Там Пионеров Там Приблизительно Одинаковые Понимаете О чем Я Говорю То Сегодня Все По-другому Вы Даже Все Не Представляете Те же Соцсети Насколько Изменили Людей Мышление Подходы Возможности Доступа К информации Раз много Информации Они Многие Считывают Ее Это Производит Работу Внутри Них Они По-другому Ощущают Себя Они По-другому Смотрят На мир Мир Глобализовался Они Смотрят С точки Зрения Может Быть Даже Планетарного Масштаба И Понятно Что Нам Нужно Учиться Их Понимать Понимать И доверять Во многих Вещах Потому Что На самом Деле Они Очень Крутые И Если Мы Будем Любить И Доверять То Поверьте Мне Будут Запросы С Их Стороны Один Парень Подошел Ко мне Я Так Почувствовал Процесс Дискуссии Он Был Самый Умный Но Также Самый Наверное Ранимый Вот Я Так Почувствовал В процессе Разговора И Я Просто У меня Улыбка Была До ушей Когда Они Говорили Я Не Могу Меня Просто Плющило И Таращило У меня Вот Такая Улыбка Была Я Смотрел И Такую Любовь Чувствовал К них Вот Просто Сидел И У меня Все Топится Топится Думаю Боже Какие Они Классные Сколько У них Еще Всего Батарейки Полностью Заряжены Разум Не Захламлен Еще Сердца Не Успели Еще Омрачиться Вот Тем Напластованием Всякой Нечистоты Которую Мы Протащили Через Нашу Жизнь Уже Те Кто Старше И Вот Они Такие Замечательные И Вот И Вдруг Я Почувствовал Да Что Не Сторян Свою Молодость У кого-то Есть Боль И Один Парень Просто Ко мне Подошел Он Говорит Я Редко Вижу Людей Которые Бы Источали Вот Эту Любовь Вот Источали Вот Эта Доброжелательность К нам И Вы Знаете Я Просто Сидел Я Понимал Что Это Не Я Это Господь Я Просто Я Просто Понимал Что Вот Именно Вот Без Любви Мы Этот Мир Не Изменим Без Любви Мы Ничего Не Сделаем С Нашей Молодежью Без Понимания Того Что Они Вообще Другие Вот Поэтому Мы И Просим У Господа Мудрости Как Нам Быть С Ним Потому Что Лекала Наши Они Не Будут Совпадать С Их Ни В Какой Сфере Ни В Одежде Ни Музыке Ни В Мышлении Ни В Поведении Наши Лекала Они Не Будут Совпадать С Их Кто Понимает О чем Я говорю Вообще Не Будут И Если Мы Такой Подход Молись Девка Молись Или Молись Сын Молись Там Или Еще Что То Там Нам Нужно Увидеть Сокровища Внутри Нам Нужно Увидеть Чтобы Бог Проговорил Как Мы Можем Идти Вместе С Ними Вот В Этам Задача Чтобы Мы Шли Вместе С Ними И Чтобы Они Хотели С Нами Идти Понимаете О чем Я говорю Вот Какая Мудрость А Сказать Что Да Это Поколение Такие Негодяи Потерянные Вот Они Уже Выросли В Эпоху И Культуру Потребления Они Вообще Вот Никакой Морали У них Уже Не Осталось Ну Понятно У них Свои Вызовы У них Есть Так Вот И Нужно Научить Чтобы Они Делали Правильные Выборы А Не Вести Запретительную Политику Кто Понимает О чем Я говорю Правильная Мотивация И Правильная Работа И Любовь Они Сделают Своё Дело По Другому Никак Не Должно Быть Потому Что Закон Не Сработал В Ветхом Завете Кто Понимает О чем Ну Не Сработал Закон Он Был Правильный И Поэтому Закон Не Сработал И Человечеству Нужна Любовь И Любовь Явилась Нам Христом Иисусом Вы Понимаете Что Произошло Бог Подумал Как Ити Вместе С Людьми Как Христос Сегодня Идет С Нами Мы Идем След След Как Дух Святой Пребывает С Нами Вот В этом Великая Мудрость Я Прям Так Освежился От Них Я Прям Кайф Такой Получил Я Сидел Напротив Них Я Правда Говорю У меня Улыбка Просто До ушей Была Они Такие Замечательные Они Такие Умненькие Они Такие Благословенные И Если Мы Видим Только В них Одно Как Родители Мы Смотрим Как На Своих Да Нам Все Понятно Ну Вы Знаете Вот Я Б Хотел Чтобы Из Моих Детей Вылазило Лучшее Но Чтобы Это Лучшее Было То есть Мне Нужно Правильно Это Сделать Чтобы Лучшее В них Возрастало А Худшее Умирало Понимаете О чем Я говорю То есть В этом Наша Задача И Понятно Что Наши Дети Еще Рас Скажу Вам Никогда Идеальными Не Будут Ну Никогда Вот Примите Как Данность Как Ты Не Идеальный И Несовершенный Так Дети Наши Не Я бы Очень Как Бы Хотел Вот Пару Ребят Добавили Меня Там К себе На Фейсбуке Вконтакте И Я бы Очень Сильно Очень Очень Сильно Хотел Бы С ними Пообщаться Ну Просто Еще Даже Боюсь Писать Чего Молюсь Пока Думаю Трепетный Момент Такой Да То есть Попасть Вот Абсолютно Все равно Человек Церковный Да Понимаете О чем Я говорю Большая Часть Времени С Верующими Людьми И Вдруг Вот Этот Контакт Он Меня Как Бы Сказать Он Как Бы Как Какие-то Вещи Мне Открыл Абсолютно Новые Вот И Просто Хочу Дорогие Мои Братья И Сестрам Сказать Одну Простую Вещь Снимите В отношении Молодежи Черные Очки Потому Что Религиозная Заточка Она Не Одевает Розовые Очки Мертвая Религия Одевает Черные Очки И Все Видится В черном Свете Молодежь Ночных Клубах Молодежь Пьет И Курит Молодежь Колется Молодежь Это Мерзавцы Молодежь Сегодня Не Имеет Морали Молодежь Сегодня Такая Молодежь Сегодня Сякая Это Наша Мертвая Религиозная Точка Зрения Она Просто Религиозная Как Закон Но Иисус Я надеюсь Что меня Еще Туда Будут Приглашать Потому Что Я Сам Меняю Через Это Вот Когда Ты С ними Побудешь Ты Понимаешь Тебе Их Просто Надо Любить И Мотивация Общения Помочь Вот Только Одна Мотивация Никаких Других Быть Не Может Ну Никакие Ну Ты Не Идешь Такой Обойма Правил Мешок Такой За Плечом Ты Сам Подними Блин От Этих Правил Уже Чуть Живой И Вот Вот Всю Ерунду Так Вам Теперь Надо Все Вот Это Исполнять Вот Если Ты С Этим Мешком Пришел Как Говорил Александр Невский То К Нам С Мечом Придет От Меча И Погибнет Вот Если Ты С Этой Ерундой Приперся К Ним Тебе Придется С Этим Всем Переться Обратно Вот Поэтому Пусть Господь Нам Дает Мудрости Честно Говоря Я понимаю Что Бог Производит Свою Работу Он Дает Нам Вот Этот Выезд И Много Молодежи Много И Они Вот Такие Все Драгоценные И Вот Нам Нужно Ракурс Менить Не На Нашу Религиозную Оценку Человека Не Пытаться Промыть Мозги Религиозной Доктриной А Просто Любить Людей И Принимать Их Вы Такими Какие Неси Любить 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 И еще Раз Любить О чем Говорил Иисус Когда Говорил 77 Раз Прощать 70 На 7 490 Раз В день Человека Прощать За одну И ту же Проблему За один Тот же Грех Это Так Нас Иисус Учит Вот Так Вот Он Учит И Мы Даже Принять Нам Трудно Это Как же Это Так А Вот Так А Вот Так Кто Любви Не Имеет Тому Никогда Это Не Познать Это Всегда Будет Закрыто Это Будет Недосягаемая Буква Которая Как Идеал Будет Где-то Запечатлена Но Никогда Нами Достигнуто Не Будет Я Понимаю Только Одно Только Любовью Можно Достичь Тех Высот Слова Божьего И Тех Тайн Которые Заложены Там Без Любви Нам Делать Это Бесполезно Отсутствие Любви Это Как Отсутствие Света Ты Просто Не Видишь Ты Просто Идешь На Ощупь Ты Просто Идешь По Своему Опыту Так Как Ты Считаешь Нужно Но Стоит Включить Свет И Ты Уже Видишь Куда Ити Вот То же Самое С Любовью Вот Мы Не Любим Мы Ходим Во Тьме Писание Говорит Ну Во Тьме Мы Вот Понимаешь И не имеем Общения С братьями Сестрами Вот Мы Во Тьме Мы Как Бы Пытаемся У нас Есть Религиозное Мы Выучили Слово Божье У нас Есть Наши Представления Но При всем При этом Зная Слово Божье Мы Сидим Во Тьме Потому Что Любви Не Имеющий Он Медь Звенящая И Ким Вал Звучащий То Мы Звучим Очень Много Что-то Гремим А что-то Провозглашаем А что-то Заявляем Знаем Как Правильно Вот Все Знаем Как Правильно И У нас Сложилась Уже Доктрина Наша Мировосприятие Мирощение И так Как Должно Быть Церкви Оно Уже Сложилось Но Без Любви Мы Так же Сидим Во Тьме Мы Так же Не Видим Куда Вести Людей И Мы Не Знаем Как С Будет Прорыва Любви Внутри Нас К Людям Мы Будем Так же Блуждать Во Тьме Мы Будем Так же Прикрываясь Нашими Когда-то Полученными Библейскими Знаниями Выставляя Их На флаг Будем Думать Что мы Правы Это Неправда Никакое Знание Не спасало Людей Никогда Но Лишь Любовь Господа Иисуса Христа Проявленная К нам На кресте Явилась Спасительной Для человечества Вот и все Я не Обнуляю Все остальное Я просто Еще раз Говорю У меня Наверное Уже Пропо И действительно Рождается Называется Обнулиться Обнулиться В религиозных Стереотипах Вот понимаете Обнулиться Никто Не аннулирует Твой опыт Ты прошел Путь с Богом И я очень рад Что Не все Дошли По разным Причинам Но тот Кто прошел Этот путь Вместе С церковью Вы блаженны Перед Господом Но поверьте мне Мир Изменился Ситуация Изменилась Лишь Слово Божие И любовь Иисуса Христа Неизменны Вот и поэтому Дорогие мои То о чем Я сегодня Хочу говорить Сегодня собрание Такое уникальное Сам Господь Что-то сегодня Делает Разруливает Вообще Вот И Вы знаете Почему мы много Говорим Сейчас Ну вот у нас Вообще В церкви Сейчас Очень хорошая Как бы Позиция Которую мы Выработали Это Допустим Всем вам Известные Пять задач Посредством которых Мы хотим Чтобы Люди Приходящие В церковь И вы В том числе Становились Здоровыми Духовно Христианами И мы Мы в том числе Вот Это поклонение Общение Ученичество Служение И проповедь Евангелия Это Те основы Которые должны Иметь место В нашей жизни Мы правда Ими должны Дышать Тогда мы можем Почувствовать Что мы здоровые Люди Духовно здоровые Практически здоровые И вот в связи с этим Мы Сейчас Как бы У нас есть Период По одной Из задач Одной из целей Которые мы Проходим Сейчас время Благовестия Наши проповеди Они Наклонены Именно в эту сторону И вот то О чем я говорил Вот Когда я видел Этих молодых людей Сегодня Я понимаю Что я желаю Очень сильно Им благовествовать Это не пустые слова Я очень сильно Молился И говорю Господи Пожалуйста Я вам уже говорил Дай мне людей Кого ты считаешь Нужным В связи с тем В чем я нахожусь Моим состоянием Вот ты мне дай людей Кому бы я мог Благовествовать Я считаю Что это один из ответов Господа Для меня Потому что Если мы правда Хотим служить Богу И благовествовать Бог нам даст людей Вот если мы уже не ходим И у нас такая вывеска И ширма Перед лицом Я всем моим знакомым Проповедал Господи Ну город Скоро миллион человек будет Вы думаете Вы всем проповедовали В этом городе Просто А где я их найду Ты по улицам Не ходишь В магазины Не ходишь В больницы Не ходишь Не сидишь На лавочках В аптеку Не посещаешь Скажи мне Разве ты это не делаешь Ты только захоти Ты только попроси У Бога Он тебе даст Учим Возможность Проявить нашу любовь Проявить волю Божью Через мою жизнь Через мою жизнь Я хочу чтобы воля Божья Через меня совершалась Не то что я обязан делать А вот то чтобы Бог мог Через меня сделать Что ты Господи Способен Что ты хочешь На что я способен Вот пожалуйста Господи Хочу быть Отдаю тело мое Жертву живую Святую Павел пишет об этом Отдаю Господи Тебе мое тело Жертву живую С моими мозгами С моими чувствами С моей личностью С моими способностями С тем что я умею С тем что я могу Господи Хочу В воле Твоей Плыть Течь Хочу чтобы тело мое Растворилось в воле Твоей Хочу чтобы все способности Которые ты взрастил Господь В моей жизни Они могли начать Проявляться в нужном русле Чтоб нигде Не потеряться в этом мире Со своим Я Мне Мое Чтобы в фокусе Был Христос Чтобы Любовь Иисуса Она прорвалась И проецировалась На людей И которые нас окружают Вот они ходят Рядом все Вот я все время Говорю Бабулечке Вот рядом У меня есть татарочка Женщина Одна живет Все время Проходит Сережа Ты молодец Ты все время Что ты делаешь Вот у меня Мои детки Вот тут сын Один пьет Там туда-сюда А я понимаю Что она Наверняка Мусульманка И вот так И вот так вот Просто взять Ну Это невозможно Я просто Желаю ей здоровья Я просто Обнимаю ее Чищу снег Она идет Там магазин Я просто Обязательно Ее поприветствую Называю ее матушка Ей где-то Семь с лишним лет И я вот Ну просто я Учусь ее любить Вот мою вот эту соседку Да Вот эту бабулечку Вот И я просто верю Что достучаться до нее Может только через любовь По-другому Никак не получится Вы знаете Вот глубоко уверен Что вот еще немножко Вот давно хочу Пригласить ее На кружку чая Чтобы она попила И просто немножко Рассказать о Христе Вот Вот мотивы Понимаете Они должны меняться у нас Меняться мотивация И за дня в день Она меняется Смотрим на мир Как драгоценность Господи Иисусе Христе На людей Смотрим Как на драгоценный Жемчуг Который Вот сатана Пытается раскидать Чтобы он где-то Утонул в пучинах Чтобы он где-то Попал в нечистые места А этот Жемчуг Он остается Жемчугом А бриллиант Он остается бриллиантом В какой бы грязи Он не лежал Ты его вытащил Помыл Он опять засверкал То есть Бог на это смотрит Кровь Христа Доступна каждому И нам нужно Чтобы вот извлекать Вот это драгоценное Вот Вот Той любовью Пропитаться И понять Что действительно Бог Оказывается Я могу любить И ты через меня Оказывается Можешь любить Господь Люби через меня Боже Меня не хватает Я недопонимаю Я чего-то не умею Люби через меня Господь Просто люби меня Вот Что значит Умереть для себя Вот что значит Умереть для себя Вот Это же не пустые слова Начать думать О других Больше чем о себе И По отношению Когда неправильные вещи Какие-то грешки Они прорываются В нашей жизни У тебя должно быть Просто В разуме Это слово Я Умер для себя Потому что Грех Это обращено На восполнение Всяких извращенных Желаний нашей плоти Правда Вы понимаете О чем я говорю То есть На восполнение Нужды Не чистого человека Спасенного Омытого кровью А желание нашей плоти Это желание Восполнить Греховные желания И вот Нам необходимо Просто Вот понять Что как только Моя плоть Начинает скандировать И требовать Не чистого А это периодически Происходит Вот То В это время Что-то должно Отобразиться Каленым металлом В нашем сердце И разуме Я умер для себя В данный момент Сейчас Я умер Для желаний Моей плоти Потому что Они никак Не могут Совместиться С волей Божьей Такой совершенной Такой благой Такой угодной Для меня Для моей жизни Никак Это невозможно Это соединить вместе И я начал Просто внутри себя Культивировать Вот это состояние Как только Что-то неправильное Начинает приходить И давить на мой разум Может быть Что-то я увидел По телевизору Может быть Я еще что-то Услышал И так далее Я сразу Просто вспоминаю Христа И говорю Господи Я умер для себя Не хочу жить уже для себя Но хочу Чтобы жил во мне Христос Не хочу Господи Не хочу И вы знаете Умирать для себя Оказывается Не так страшно Надо просто Это понять Но нужно это принять От Духа Святого Просто это надо Принять Никто не хочет Твоей физической смерти Но ты просто Не хочешь Водиться За теми Импульсами Того нечистого Что иногда Просыпается Внутри нас Ты просто говоришь Я не буду жить Так Как требует Моя плоть Я не буду так жить Я просто Умер Для себя Умер Для человеческой Природы своей Просто умер И вот Христос Ты пожалуйста Ходи и живи Внутри меня Я вам хочу Зачитать Одно стихотворение Одни размышления Которые просто Очень сильно Повлияли на меня На мое Современное состояние Это называется Выбор Послушайте меня Просто внимательно Вокруг меня тишина Еще очень рано Прямо про мои состояния Сейчас Я встаю рано Вот Если вы меня встанете С утра Встанете То вы у меня увидите За столом Читающим Библию Потому что То что Бог делает Это Великое Он пробуждает нас Великий голод По его слову Вокруг меня тишина Еще очень рано У меня в руках Чашка горячего кофе Ну это точно про меня Если жена Встает со мной вместе Я говорю Танечка Пожалуйста Кружечку кофе Она спускается вниз И послушно варит мне кофе Небо еще черное Мир спит Грядет новый день Еще немного И он наступит Он бурей ворвется В мою жизнь Вместе с восходом солнца Тишина утра Смеется шумом дня Спокойствие и уединение Будет вытеснено Настойчивостью Человеческих нужд Убежье раннего утра Будет побеждено Необходимостью Принятия решений В ближайшие 12 часов День будет предъявлять Свои требования Но именно сейчас Мне нужно делать выбор Благодаря Голгофе Я имею выбор Поэтому я выбираю Я выбираю Умереть для себя И жить для Христа Я выбираю любовь Ничто не может оправдать ненависть Никакая несправедливость Не должна зарождать горечь Я выбираю любовь Сегодня я буду любить Бога И то, что любит Бог Я выбираю радость Я позволю Богу Быть господином Любых моих обстоятельств Я не поддамся искушению Быть циничным Я отказываюсь смотреть на людей Как на нечто меньшее Чем Божье творение Каждую ситуацию Я буду рассматривать Как возможность увидеть Бога Я выбираю покой Я буду жить в прощении Я буду прощать Чтобы иметь жизнь Я выбираю терпение Я не стану обращать внимание На мерзкие неудобства Вместо того, чтобы проклинать Занявшего мое место Я сам уступлю ему Вместо того, чтобы жаловаться Что мне приходится долго ждать Я буду благодарен Богу За еще одну возможность помолиться Вместо того, чтобы сжимать кулаки Пытаясь выполнить задание Я справлюсь с ним Обращая ярость в радость Я убираю доброту Я буду добр бедным Так как они одиноки Добр богатым Так как они исполнены страха Добр к недобрым Ибо Бог был добр ко мне Я избираю благочестие Я буду жить без копейки в кармане Но никогда не возьму заработанное нечестно Я предпочту бесславие Но никогда не стану хвастать Я буду исповедоваться Но не обвинять Я избираю благочестие Я убираю верность Я буду исполнять обещанное Те, кто давал мне взаймы Не пожалеют об этом Мои сотрудники не усомнятся в моем слове Моя жена не поставит под вопрос Мою любовь Я убираю кротость Ничего нельзя добиться силой Я буду кротким Если я повышу голос Я сделаю это только в прославлении Я сожму кулаки Но только в молитве Если я буду требовать То только у самого себя Я убираю самоконтроль Я духовное существо Когда это тело умрет Мой дух оставит его Я не позволю тому Что когда-то сгинет Править тем Что будет жить вечно Я буду пьян только радостью Я буду находить страсть Только в моей вере Только Бог может оказать на меня влияние Только Христос будет моим учителем Я убираю самоконтроль Любовь, радость, покой, терпение Доброта, благочестие, верность И самоконтроль Им я отдаю свой день Если я держу победу Я воздам благодарение Если я потерплю неудачу Я буду искать милости и благодати А когда завершится этот день Я положу голову на подушку И найду покой Вот Слава Богу Есть над чем поразмышлять Есть над чем думать Конечно мы должны Больше думать над словом Но есть иногда продукт Святых людей Которые могут поделиться с нами Тем, что Бог дал им И буквально в подтверждении вот этого Я убираю смирение Убираю кротость Тут я поехал по Никите Бумаги в МФЦ оформлять И подъезжаю Перед МФЦ Остановка На улице Артамонова Есть такой Многофункциональный центр И остановка Справа от остановки Огромная куча снега И с другого края Ютятся машинки И понятно, что автобусу Только-только подъехать Около Уже на территории остановки С левой стороны от кучи Стоит машина И я встал Прямо в кучу уперся И очень близко к машине Больше невозможно было встать Между автомобилями В машине я посмотрел Сидели люди Они собрались отъезжать Можно было немножко Маневрировать и выехать И вдруг Мужчина за рулем Зажестикулировал Задергался Закричал Рядом сидела жена Тоже смотрел на меня С выпученными глазами Сзади сидела Видимо Мама жены И вдруг у меня внутри Такое начало подниматься Кто понимает О чем я говорю Вот водители меня поймут Что-то Такое Не очень доброе Такое Внутри меня Начало подниматься Я бибикнул ему Открыл Дверь Говорю Открой окно Подошел Встал с его стороны Выпитил Свой пузо вперед Для солидности Он открыл окно Был очень хорошо одет Я говорю В чем дело Он говорит Ты чего так встала Я говорю Я встал Потому что Я говорю Мне больше некуда было встать Было только одно место Что так близко ко мне Я говорю Ну ты же не выходил Из машины Я видел Ты включил Задние фонари Заднего хода Я говорю Ты что ездить не умеешь Слева вся остановка пустая Ты не можешь Смариневрировать Ты чего сюда встал Вон сколько места Я говорю Ну там же остановка И он продолжал Что-то бурчать Я ему сказал Слушай Молодой человек Вот сейчас утро И ты уже испортил настроение Себе Жене А Настя жена Сдит свой пучин глазами И ждет Что дальше будет Мне говорю А день такой хороший И он вот так вот сидел И потом протянул мне руку И сказал Ну ладно Пока дружище Побеждайте Ситуации Терпением Кротостью И любовью Побеждайте Для меня это был большой урок Потому что Я совсем другие вещи Ему хотел сказать Честно вам говорю Но что-то внутри меня Переключилось Знаете что Пока я шел до его машины Закрепленное в разуме Слово Что я умер для себя Сработало В этой ситуации Вы со мной Вы такие красивые Я хочу Одно слово Хотел еще одно Но просто уже по времени Не попадаем Есть у меня замечательное одно слово И когда я размышляю О кротости И смирении То у меня перед глазами Такая Картина Вверху мы видим Эволюцию Как от обезьяны Произошел человек Поэтому он называется Ложная эволюция А внизу истинная Когда человек Вначале Следуя гордо Подходя к кресту Смиряется И опускается На колени Это именно то состояние сердца С которым мы должны Подходить К каждой ситуации С позиции Слова Божьего Сегодня Мариночка Старкова Вышла И она Замечательная Наша сестренка Она сказала Очень серьезную Весь сквозь слезы Она говорит Никогда не сдавайтесь Иногда На какие-то процессы Десяток лет Уходит Но Что потом происходит Мы видим Приходят Великие результаты И один из великих Учителей сказал Чего-то не срабатывает Пасторик Уоран Сказал Учитесь Никогда не сдавайтесь Не сравнивайте Вашу церковь с другими И не сдавайтесь Это простые слова Я просто к тому Хочу сказать Что вы любили Ваше общение Вашу церковь Не сдавались Когда дьявол Вас искушает Соблазнять Когда обиды приходят И подступают И держат нас За горло Когда мы начинаем Себя сравнивать С другими Ой, я вот такой А этот вот такой И такой Никогда себя не сравнивай Потому что Ты не знаешь Что будет с тобой Сегодня А с другим человеком Который кажется Такой перспективный Завтра Никто не знает Сегодня я видел Очень много людей Которые Еще раньше Были недосягаемые Крутые Сегодня они Банкроты И никто И ты не знаешь Поэтому никогда Не сравнивай себя С другими Умоляю вас Никогда Ты тот Кто ты есть Драгоценный Благословенный С твоей квартирой С твоим домом С твоим ковром На стене Ты тот Уникальный Человек И не надо Думать Ой, у меня Все старое Причем здесь Старое Ты-то кто В нем Ты новое Творение Во Христе Иисусе Смирись Перед крестом И подними голову Перед обстоятельствами Смотри на Иисуса Никогда Не сдавайся Ты настолько Драгоценен В его очах Он когда-то Поднял тебя Из безнадежности Он дал тебе Своё слово Он верил тебе Надежду Ты уже столько Накопил благословенного Что пришло время Позаботиться О других И как прекрасна Будет обитель Божья Когда она будет Наполнена Молодыми голосами Голосами Новых людей Вы знаете Я тут недавно Записал себе Одну интересную мысль Истинная зрелость Христианина Это в том Что он готов Терпеть Некомфорт Или дискомфорт Ради Нового человека Ещё раз говорю Истинная Духовная зрелость Это когда Ради Нового человека Мы готовы Терпеть Дискомфорт Как когда у нас Рождается ребёнок Вся семья живёт В режиме ребёнка Так и когда люди Приходят нам в церковь И мы их приводим Да нам что-то Может быть казалось бы Мы привыкли так Но ради этих людей Мы будем в смирении Заботиться Заботясь о них Терпеть какие-то Может быть Непонятные Неудобные перемены Которые приходят Но со временем Станут понятны В этом и есть зрелость В этом и есть понимание В этом и есть Взаимодействие Внутри церкви Я вас всех Очень сильно благословляю И напоследок Хочу зачитать Одно место Из священного писания Что-то у меня тут непонятно Тринадцать Одиннадцать Так поступайте Ещё раз Так поступайте Зная время Что наступил Уже Час Пробудиться нам От Сна Ибо ныне Ближе К нам спасение Нежели Когда мы уверовали К сожалению Многие верующие Считают Что служить Это дело Образованных Штатных служителей А нас бы не трогали А мы бы только приходили Только бы смотрели Семсам Мы обкрадываем себя Отхождение Воли Божьей Разделив Клириков От мирян Миряне Это члены церкви Прихожане Которые ходят в церковь А клир Это священники Штатные Которые служат церкви Это произошло В древние времена Когда церковь Вдруг пошла По пути Ветхозаветного Когда священники Были отделены И служили в Скинии В храме А весь остальной народ Во дворе Где-то там Иисус Сделал все по-другому Он сказал Вы цари и священники Он сказал Вы царственное священство Он сказал Вы теперь Каждый из вас может И перед Богом Уже нет Каких-то особых священников Возможно Из должности Но нет Никакого Супер священства Которое Отделено От мирян От тех людей Поэтому мы с вами Одно целое Мы с вами делаем Одно дело Не обделяйте себя Хождением воли Божьей Не думайте о том Что кто-то Для этого учился А я просто Прихожу сюда Вы знаете Я не могу Сто процентов Взять Сказать Что Сто процентов На мне лежит проблема Что кто-то Не хочет служить церкви Нет Сто процентов Это невозможно Но у меня есть Великая ответственность Пред Богом Чтобы каждый человек Почувствовал себя Значимым В царстве Божьем Чтобы его Самооценка Поднялась В соответствии Со словом Божьим И на мне лежит Ответственность Чтобы народ Пробудился Ибо пришло время Пробудиться нам Ото сна Ура, товарищи Давайте помолимся Дорогой Господь Аллилуйя Слава Иисусу Христу Господи Мы благодарим Тебя За ту любовь Которую Ты нам даешь Мы благодарим Тебя, Господь За то, что Ты открываешь нам И Ты Заново, Господь Обновляешь нас Истины Твои Ты заново В нас, Господь Обновляешь Действия Твоего Духа Ты заново, Господь Пробуждаешь нас Истинное Настоящее Мы прошли этот путь С Тобой, Господь И кто в каком состоянии Находится, Ты знаешь Но у Тебя всегда Есть надежда Потому что Ты Бог Восстанавливающей Личности Приходит время Когда Бог Хочет восполнить Все то Что у Тебя было Отнято Или не получено В этой жизни И есть силы Которые не хотят Чтоб Ты жил В полноте Но победа Иисуса Христа Это источник Нашей силы Источник нашей жизни Восстановления Всего хромлющего Всего ущербного Всего неполноценного Христос в нас А мы в нем Христос поднимает И возвеличивает нас До славы небес Он говорит Вы мои Вы мои Я нашел вас Я родил вас Я предопределил вас Вы мои Я искупил вас Драгоценной кровью И вы никогда Не поймете до конца Пока не войдете В небесные обители Что есть воля Божья Но она открыта Сегодня словом Нам Простым людям Это любовь ближним Это любовь Господу Это неутомимое желание И влечение Открывать новых людей Для Христа Достигать их Нашей любовью И служением И только потом Проповедью слова Когда мы с любовью Смотрим на людей И когда сердца наши Топятся И мы видим В них прекрасное Мы не видим Во что они одеты Мы не видим Какие они Интеллигентны Или нет Мы просто видим Сокровище Господа нашего Иисуса Христа Ради которого Он отдал Свою жизнь Это сокровище Которое Он извлек Из бездны Времен Омыл Своей кровью И возрождает Мы верим Что у нас Может быть Две с половиной Тысячи человек И не потому Что нам нужны Просто цифры И сказать Какие мы крутые А это те люди Ради которых Умер Иисус Будут вместе с нами Прославлять Господа Это люди Которые обретут Вечные обители Это люди В которых будет Вложена частичка Твоей жизни И твоего сердца Во имя Иисуса Христа Господи Мы благодарим Тебя За все Что Ты совершаешь Пусть все эти люди Господь С которыми Ты Даешь нам Познакомиться И увидеться Порой В удивительных Обстоятельствах Пусть они Видят Любовь Иисуса Несмотря на Суету Пусть Христос Живет нас Мы выбираем Умереть для себя Мы выбираем Славу Божию Мы выбираем Кроты, смирение, веру Мы выбираем Другое Чем мы обычно Выбираем Мы выбираем Другое Господь Потому что Ты делаешь нас Взрослыми Ты делаешь нас Зрелыми Ты обновляешь Нас жизнь и Слово Ты пробуждаешь Нас спящее Ты поднимаешь Нас знамя свое Ты наполняешь Нас Жизнью Которая течет Течет ко всем Мы благодарим Тебя Иисус Да будет Слово Твое Для нас Вдохновение Аллилуйя Аллилуйя Иисус Ты прекрасен И вечен Ты прекрасен И вечен И мы будем Вечно Любоваться Твоей красотой Мы будем Вечно Соединены С Тобою Узами Неразрывных Отношений Мы будем Вечно Господь Переживать Твое плечо И чувствовать Руку Твою Мы всегда Будем знать О защите Твоей Спасибо Тебе Иисус Пусть это Глубоко Проникнет Наш дух В наше сердце В наше Раскаянное сердце И мы Благодарим Тебя За все Святой Господь И Бог Наш Во имя Иисуса Христа И все Мы скажем Аминь Слава Богу Мы Приходим Подходим Большой конференции Большим событием Большим Богослужением С участием Пастора Генри И Мы знаем Как это будет Великолепно У меня будут Просто Практические Объявления Но прежде Я бы хотел Сейчас Вместе Продолжение следует